Кейн Энтертейнмент представляет. Эсминец Адриатика. Приветствую всех на моем канале, с вами Кейн, и сегодня у меня обзор на новый итальянский эсминец 9 уровня Адриатику. Как и его предшественник Викторио Куниберти, он ненамного отличается своей эффективностью в рандоме. Прокачиваться я стараюсь как можно быстрее, поэтому я максимально обвешиваюсь влажными сигналами, в том числе и особо не. Ставлю наиболее эффективный камуфляж для прокачки, это можно увидеть в конце видео на скриншотах в четвертой вкладке «Кредиты и опыт». Там у меня указаны все экономические бонусы, которые я использую. На момент создания этого видео я начал смотреть статистику по этому кораблю. В рандоме я провел 19 боев, за которые я набил примерно 130-170 тысяч опыта. 45 тысяч опыта ушло на корпус, 30 на торпеды. И примерно на 100 тысячах я вспомнил про ранговые бои, которые проводятся на 8 и 9 уровнях. И еще 18 боев я откатал в рангах. И эти 18 боев оказались более продуктивными, чем 19 в рандоме. Как вы можете заметить по цифрам нанесенного урона, средние показатели урона и опыта также выше в рангах, рекордные показатели урона и опыта также больше в рангах. Оно то и не удивительно, поскольку это эсминец заточен на уничтожение вражеских эсминцев, а в рангах как раз в основном играют линкоры и эсминцы. На линкорах играют те, кто не хотят сильно напрягаться, и берут линкор, поскольку он довольно-таки хорошо живет за счет меньшего числа противников, и размотать корабль, у которого есть броня, хилка и дальность стрельбы ГК, сложно, если он не подставляется. Крейсера в рангах выполняют роль туристов, вышел в бой, отхватил от трех линкоров и сразу же в порт. А вот эсминцы отыгрывают свою роль замечательно. Захватывают, удерживают и отбивают точки при необходимости, что и приносит победу команде. И много игроков предпочитают брать либо же торпедный эсминец, который заточен на уничтожение линкоров, либо же какой-нибудь контр-эсминец. Например, такие как итальянцы, которые с одного залпа на полубронебойках вынимают по 4-5 тысяч очков боеспособности с вражеского эсминца. И также могут спикировать на линкор под прикрытием дыма генератора полного хода и боевым форсажем. На линкорах мы просто набиваем урон, а вот на эсминцах мы реально фармим. Эсминцы это очень ценный класс и они очень дорого ценятся в серебре и в опыте. Уничтожение одного эсминца на 20 тысяч хитпоинтов равносильно уничтожению линкора со 100 тысячами хп. Но это так примерно. А теперь представьте, как на эсминце выбить с линкора 100 тысяч хп. На это нужно время и большая удача, для того, чтобы постоянно попадать в него торпедами. А вот с эсминцами гораздо проще. При помощи радиопеленгатора мы их находим и применяем нашу имбо-артиллерию. Два уничтоженных эсминца и захваченная точка гарантирует вам первое место в команде. Ну а в случае потери вашего эсминца у команды все равно великие шансы на победу. Главное не размениваться с вражеским эсминцем в начале боя. Первое время нужно будет повременить, а затем как будет уже понятно где вражеский эсминец и насколько он близко к вам. И насколько далеко от вас другие вражеские корабли. Воспользоваться моментом и ворваться в бой. Так что эти эсминцы весьма полезны для команды в ранговых боях, но только в тех случаях, если вы конечно же понимаете и умеете как на них играть. По перкам я взял профилактика, из последних сил, мастер борьбы за живучесть, специалист ГК и ПВО, мастер перезарядки торпед, торпедист и радиопеленгатор. Профилактика нам нужна для того, чтобы меньше нам критовали башни ГК, торпедные аппараты, рули и двигатели. Из последних сил сохраняют нам 50% подвижности нашего корабля в случае выведения из строя рулей или двигателя. Мастер борьбы за живучесть увеличивает наше ХП, что весьма важно для эсминца. Специалист ГК и ПВО уменьшает КД на перезарядку ГК. Мастер перезарядки торпед соответственно уменьшает КД на перезарядку торпед. Торпедист увеличивает скорость хода торпед на 5%. Ну а радиопеленгатор поможет нам найти вражеский эсминец. Последние три очка навыков я планирую потратить на отчаянный, который уменьшит перезарядку всего нашего вооружения по мере траты нашего АФП. А тратить мы его будем в перестрелке с другими эсминцами. По модернизациям в первом слоте основное вооружение, во втором защита машинного отделения, в третьем система наведения, в четвертом энергетическая установка, в пятом система маскировки и в шестом орудия главного калибра, которые уменьшают перезарядку на артиллерии. Ну а если вы собираетесь играть только от торпед, то лучше взять модернизацию торпедной аппараты в шестой и третий слот. На главном калибре мы уменьшаем перезарядку с 6 секунд до 5 с помощью перка и модернизации. Если вы хотите, то можно увеличить дальность ГК с помощью перков и модернизации, но она пойдет вам во вред, поскольку этот эсминец косойной артиллерии на столь короткой дистанции, что я даже не стал качать модуль на увеличение дальности ГК в системе управления огнем, поскольку даже лишние 900 метров увеличивает наше рассеивание на 6 метров. Да и фишка в том, что после уничтожения вражеского эсминца, допустим, на точке, мы сразу же отсвечиваемся из-за короткой дистанции стрельбы нашей артиллерии. По торпедному вооружению я пожалел 30 тысяч опыта на систему управления огнем, дабы увеличить нашу дальность на артиллерии, но не пожалел 30 тысяч опыта на торпеды. Поскольку они реально увеличивают огневую мощь торпед, дальность и перезарядку не увеличивают, но зато увеличивают урон с торпед, и самое главное для этих торпед уменьшают их радиус обнаружения с 1.1 до 1 километра. Торпеды идут медленно, но с таким маленьким засветом их трудно обнаружить, для того чтобы предпринять маневр уклонения. Поэтому если вы качаетесь в рандоме, играете в основном от торпед в начале боя, то рекомендую в первую очередь прокачивать именно этот модуль. По ПВО. ПВО слабое, ауры короткие, разрывы отсутствуют. Если удастся что-то сбить, то это будут патрульные самолеты. Единственное из средств борьбы с авиком, это просто постоянно маневрировать, или держаться рядом с ПВО кораблями. Максималки хода 41 УЗИ с флажком Sierra Mike. Под боевым форсажем можно разогнаться до полтинника. Радиус циркуляции большой, как для арт эсминца, даже недалеко от легкого крейсера. По маскировке 7 и 7, с перком будет 6 и 9, но при этом мы потратим 4 очка навыков командира. Заметность самолета все равно превышает дальность действия АУР ПВО. Из плюсов, в отличии от предшественника, расходников стало больше. Работают они дольше. Речь идет про дымогенератор полного хода. 6 расходников вместо 3, работают 40 секунд вместо 25. И в одном из 19 боев, мне удалось спикировать на линкор на открытой воде, под прикрытием дымогенератора полного хода и боевым форсажем. Форсаж позволил мне быстро сократить с ним дистанцию, а дымы скрывали меня до того момента, когда стало поздно бить боржону. Но все же торпеды медленные и линкору удалось отвернуть от двух моих торпед. 6 из 8 торпед попали в цель и просадили линкор на 37 тысяч хп. Линкор был уже изрядно покоцанный, то есть просаженный почти наполовину. И урона с 6 торпед было недостаточно для того, чтобы забрать этот фраг в мою копилку. Я уже упоминал в видео по предшественнику, что торпеды слабые и в пикировании на линкор нужно учитывать урон наших торпед и ПТЗ линкора. А для этого нужно быть точно не новичком в этой игре и знать у каких линкоров сильное ПТЗ, а у каких слабое. Я укажу линкоры с сильным ПТЗ, средним и слабым. Но мне кажется будет легче запомнить по нациям, хотя в бою сложно будет удержать все в голове. Поэтому на мой взгляд эта ветка точно не зайдет новичкам и точно не стоит качать ее в первую очередь эту ветку новичку. Начните с чего попроще, европейские эсминцы, американские, японские или паназиатские. На них учиться о зам эсминцевода будет куда проще. Да и в будущем возможно пригодятся для клановых боев или рангов. Ну а на этом у меня все, всем спасибо за просмотры, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Двигатель в форсированном режиме. Двигатель в штатном режиме. Авианосец противника уничтожен. Наша команда получила преимущество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok